Простите, но у меня не осталось денег, а нужно сделать кое-какие покупки на завтра. Не могли бы вы дать мне еще? Да, конечно, конечно, деньги. Текут, как вода. Дай мне, пожалуйста, вон ту шкатулку, красную. Деньги, деньги, деньги. Спасибо. Деньги. Кто-то украл мои деньги. Что? У меня украли все деньги. Виннивижн Интернешнл представляет. Караима Торрес. И Рикардо Аламо. В сериале «Любовь прекрасна». В ролях Карл Хоффман. Анна Карина Казанова, Рикардо Бьянки, Мариан Волеро, Кони Фуэнтес, Денис Новель, Аннабелли Риверо и другие. Композитор Даниэль Аспиноса. Композитор Даниэль Аспиноса. Исполнительный продюсер Маргарита Моралес Масседо. Режиссер Тони Вьего. Здесь лежали все мои деньги. Вырученные за машину, драгоценности. А теперь их нет. Ты знаешь, куда они делись? Нет. Подождите, давайте успокоимся. Кто-нибудь чужой заходил в эту комнату? Электрик, садовник. В общем, кто-нибудь чужой. Нет, кроме сеньорита Ана и меня никто. Утром мы с Аной ушли вместе. Разве она возвращалась домой? Да, я застала ее здесь. Она сказала, что ищет одежду, которую оставила в этой комнате. Одежду? Постой. Подожди. Не будем отвлекаться на невероятные версии. Ты же знаешь, иногда вещь, спрятанная в одном месте, может оказаться совершенно в другом. Он был великолепен. И вообще он чудесный. Кто? Что значит кто? Разумеется, Бернарда. Будущий муж Марины? Отец ее ребенка? Ты говоришь о нем? Твоя ирония неуместна, Сандра. Все это мне известно. Похоже, ты неравнодушна к нему. Да, он настоящий джентльмен. Он очень добр ко мне и не позволяет себе никаких вольностей. Между нами ничего нет. А если бы позволил? Ты бы не отвергла его? Поговорим о чем-нибудь другом. Лучше расскажи о своем новом романе с Элизаром. Все замечательно. Да? Да. В это трудно поверить. Хочешь верь, хочешь нет. Я устала и хочу спать. Извини. Мы никого не видели, а в чем дело? Пропали какие-то деньги? Нет, мама. В твою спальню входила Розальба. Я ее видела. Верно? Это правда, сеньора Моника. Но я лишь выполняла свою работу. А я видела там сеньори Туану. Она искала какую-то одежду. Я искала свою юбку, которую ты, Розальба, из-за небрежности утащила вместе с маминой одеждой. А вам не кажется, что это мог сделать Билл? Привет. Привет. Наконец-то ты явился. Почему не позвонил? Я забыл, извини. Ты видел тело Карлоты? Это она? Да, это она. Бернардо, тебе не кажется, что она сама виновата? Возможно. Но никто не имеет права лишать жизни другого человека. Марина, Карлота шпионила за мной. Но это не дает человеку права убивать ее. Ясно. А Каролина, ты помог ей? Да, я успел вовремя. Я отвез ее к Сандре. Наше положение стало еще хуже. Денег почти не осталось. И я умоляю вас не забывать об этом. Постарайтесь приспособиться. Я понимаю, это нелегко. Но до тех пор, пока ситуация не изменится, мы должны экономить. И как долго это продлится? До тех пор, пока агентство не начнет приносить доход. Спасибо. Пошли, пошли. Что ты думаешь? Не знаю, Микаэла. У нас слишком малая информация. Я не хочу никого обвинять зря. Подождем. Иди сюда. Садись. Бернардо, скоро наша свадьба. Потом медовый месяц. И мы уедем отсюда. Марина, сначала нужно закончить первый номер еженедельника. Но для этого не нужно много времени. Слава богу, ждать уже недолго. У меня отключили телефон. Я остался вообще без телефона. Как мне теперь общаться с людьми? Как? Да. Иду. Опять вы? Опять? Прошел целый месяц. Поймите, Александр, у меня нет денег. Вам придется подождать. Вам интересуется сеньор Гоноза. Что? Администратор? Ты будешь самой счастливой женщиной в мире. Самой счастливой. Как мило. Привет. Я заглянул на минутку. Мы можем поговорить? Входи. Я как раз думала о тебе. Итак. Надеюсь, это были приятные мысли? Ну... Говори. Это зависит от обстоятельств. Ты потрясающе выглядишь. Прости, я не ждала гостей. Ничего, мне нравится твой домашний вид. Ты хороша, как никогда. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Нет. Ты мешаешь мне сосредоточиться. В чем дело? Элизар, мы уже говорили об этом. Ты не должен приходить сюда. Твои визиты выводят меня из равновесия, потому что... Потому что... Прекрати. Стой там. Но ведь хорошо вместе. Ты любишь Сандру. У меня большое сердце. Про себя я не могу этого сказать. Однажды мы уже приняли решение. К нашей взаимной радости. Элизар, нет. Значит, нет. Микаэл. Ты мне не просто нравишься. Я люблю тебя. Честное слово. С тех пор, как ты овдовела, я ни на минуту не перестаю думать о тебе. Даже когда рядом Сандра? Не впутывай ее в наши отношения. А ты, малый, не промах. Поэтому я тебе и нравлюсь. Сандра совсем не похожа на тебя. Какой сюрприз? Вы дополняете друг друга. Ну, ты циник. Зато честный. Поцелуй меня, и я пойду. Хочешь воспользоваться моим положением? Один лишь поцелуй. Всего один. Они пропали? Да. Мама, тебя обокрали? Не только меня. Эти деньги принадлежали всем нам. Они лежали в моей комнате. Ты не видел ничего подозрительного? Нет. Ничего. Ты уверен? О чем ты говоришь, мама? Ты думаешь, что это я их украл? Джуниор, я никого не подозреваю. Но деньги пропали и... Нет, нет, мама. Нет. Я не брал денег. Как ты можешь подозревать меня? Неужели ты думаешь, что я способен на воровство? Это из-за наркотиков, да? Мама, я не из тех, кто крадет из дома вещи, чтобы купить наркотики. Сынок. Прости меня. Мама. Мама. Мне очень жаль. Это мне очень жаль. Прости меня, пожалуйста. Мама, клянусь, я не имею отношения к пропаже денег. И с наркотиками я завязал. Если Биллу и Кате это нравится, это их дело. А я завязал. Клянусь тебе. Хорошо, дорогой. Прости меня. Прости, если я обидела тебя своими вопросами. Не извиняйся. Твоё состояние вполне объяснимо. Если я что-то узнаю, сразу сообщу тебе. Не сомневайся. Тебе нравится болтать? О чём вы? Ты прекрасно знаешь, о чём. Ты сказала маме, что это я украла деньги. Я сказала ей лишь то, что я видела. Когда я пришла убирать комнату, вы были там. Ну да, я пришла воровать. Я не знала, что вы там делали. Но скажу одно, я прекрасно знаю и вашу одежду, и одежду сеньоры Моники, и спутать её не могу. Значит, Розальба, ты считаешь меня не только воровкой, но и лгунией. Да? Я ни в чём не обвиняю вас. Закнись, замолчи. И впредь, Розальба, советую выбирать выражение, потому что если кто и может пострадать в этом доме, так это в первую очередь ты. Сеньорита, вы оскорбляете меня. Ничего подобного. Советую тебе забыть о том, что я украла деньги. Иначе я скажу маме, что ты продавала наркотики Джуниору. Посмотрим, кому она поверит, тебе или мне. И чем всё это кончится. Вот, возьми. Здесь не так много, доченька. Я копила их на чёрный день. Мама, нет. Мама, я... Моника, почему ты относишься ко мне так, словно я не член семьи? Ты же знаешь, что это не так. Тогда почему ты отказываешься от моей помощи? Я не понимаю, доченька. Я член семьи. Я требую, чтобы ты считалась с этим. Я хочу помогать тебе наравне с другими. Пожалуйста, возьми. Ты права, мама. Ты права. Ты не просто член семьи, а член семьи, которого все любят. Доченька, именно это мне и хотелось услышать. Держи. Хорошо. И не вздумай сказать, что берёшь их в долг. Хорошо. Только не пользуйся своим положением. Мне не 15 лет. Хорошо, доченька, хорошо. Только, пожалуйста, спрячь их в надёжном месте. Что это? Не знаю. Наверное, ветер. Нет, никакого ветра нет. Иди посмотри. Да? Это же твой дом. И ты знаешь его лучше. Не будь трусом. Иди посмотри. Я трус? Интересно, чего я должен бояться? Чего? Маурисио. Прошлой ночью я видела его во сне. Мне приснилось, что он приходил ко мне. Иди, посмотри, иди. Идём вместе, вдвоём не так страшно. Вдруг там привидения? Привидений не существует. И если так, значит, тебе нечего бояться. Иди и посмотри. Вот как мы поступим. Мы вообще ничего не будем делать. Останемся здесь. И будем разговаривать о чём-нибудь приятном. Ты согласна? В жизни не видела таких трусов, как ты. Но всё равно, ты прелесть. Сандра, я сам разберусь. Договорились? Пожалуйста. И что же ты намерен делать? Ничего. Тебя же не смущает, что о наших отношениях никто не знает? Не смущает. Лучше, чтобы никто не знал, что мы вместе. Можно? Да. Это нужно для статьи, над которой я работаю. Пожалуйста. Только не указывайте источник информации. Да, конечно. Благодарю вас. Спасибо. А я продолжу обход. Конечно. Спасибо за помощь, доктор. До свидания. Леонардо. Леонардо. Вы слышите меня? Леонардо. Как вы себя чувствуете? Вы в клинике. Вам не о чем волноваться. Пейте. Пару дней вы были без сознания. Вам нельзя много пить. Это может повредить вам. Без сознания? Долго? Пару дней. Вы узнаете меня? Да, конечно. Вы Бернардо Вальдес? Прекрасно. А кто вы? Вы знаете, кто вы? Конечно, знаю. Только голова очень сильно кружится. И болит. Леонардо, мы волновались за вас. Подождите, я сейчас позову сестру. В чем дело? Здесь болит. Здесь болит. В вас стреляли. Пуля прошла на вылет. Пуля была небольшого калибра. Вам повезло, что люди очавали решили, будто вы убиты? А при чем здесь люди очавали? Каролина сказала, что вы поссорились. И он угрожал вам? Да. Но Эстебен не имеет никакого отношения к случившемуся. В меня стрелял... Фавьер Лизама. Фавьер, вы уверены? Да, конечно. Он ворвался в квартиру, как безумный. Стал обвинять меня и Каролину в том, что мы обманывали его. А потом вытащил пистолет. Завязалась драка. Я почувствовал страшную боль. Больше я ничего не помню. Ничего совершенно. Это меняет дело. Что это значит? Врачи предложат вам дать показания полиции. Леонардо, прошу вас, пока не говорите ничего про Хавьера Лизаму. Хорошо? Почему? Поверьте, так будет лучше для вас и для Каролины. И для других людей тоже. Я не понимаю. Он очнулся? Что? Да. Но до сих пор не может вспомнить момент, когда прозвучал выстрел. Все верно. Память будет возвращаться к нему постепенно. Ладно, я ухожу. Я поговорю с Каролиной. У нее масса проблем. Леонардо, вы выполните мою просьбу? Да, хорошо. Раз это нужно Каролине, я все сделаю, не волнуйтесь. В чем дело? Что случилось? Ничего, синьора Моника. Ничего. Просто мне нужно поговорить с вами. Я решила вернуться домой. Розальба, в чем дело? Почему? Я знаю, что не платила тебе жалования. Но как раз сегодня я собиралась дать тебе немного денег. Если хочешь, я могу сделать это прямо сейчас. Нет, нет, синьора. Дело не в том, что произошло вчера. Я все решила и уезжаю. Ты уверена, что твое решение не связано с кражей? Уверена. Если вы мне не доверяете, можете проверить мой чемодан. О чем ты говоришь? Ведь ты член семьи. Ты столько лет работала на нас. Скажи правду, может, вчера я чем-то обидела тебя? Нет. Мне лучше уехать. Так всем будет лучше. Извините. Нет, нет, нет. Розальба, подожди. Не устраивай трагедии. Я все объясню. О чем ты говоришь? Мама, Розальба хочет уехать из-за меня. Это неправда, синьорита. Вчера вы... Мама... Это я украла деньги. Воровка я, а не она. Что ты говоришь? Розальба, я спасла твою честь. А теперь оставь нас. Извините. В чем дело? Мама, деньги украла я, но не для себя, клянусь тебе. Я отдала их папе. Он очень просил. Я уже забыла вкус твоего джема. Оставь комплименты при себе. Джем из супермаркета. Я давно не делаю его сама. Сандра, мне хотелось сказать тебе что-то приятное. До каких пор ты намерен разговаривать со мной таким тоном? Дело не только в тебе, Каролина. Да? А кто еще так же плохо ведет тебя? Неужели Элизар? Я позвонила ему, но телефон отключен. И дома он тоже не снимает трубку. Чего ты боишься? Что он снова стал играть? Или что он нашел другую женщину? Мама, выслушай меня. Папе очень плохо. Поверь мне. Я знаю, Анна. Я его видела. Сейчас ему еще хуже, чем раньше. Папа сходит с ума. Он говорит какую-то ерунду. Утверждает, что его разыскивает полиция, чтобы посадить в тюрьму. И поэтому он должен скрываться. Ему больше некому обратиться. Никто не хочет общаться с ним. Анна. Он сам виноват во всем. Я знаю. Знаю, мама. Но он мой отец. И я не могу ненавидеть его. Не думай, будто я не знаю, сколько горя он причинил тебе. Я все это знаю, но не могу не помочь ему. Прости меня. Я бы никогда не стала просить тебя отказать в помощи своему отцу Анна. Но я хочу, чтобы ты знала. Это были наши последние деньги. Больше у нас ничего нет. Да. Но ты гораздо сильнее папы. Я в этом убедилась. Он совершенно беззащитен и нуждается в помощи. Он попросил у меня денег. Ему нужно гораздо больше. Я понимаю, что поступило плохо. Если хочешь, можешь выгнать меня из дома. Продать мою одежду. Делай, что хочешь. Анна, Анна, Анна. Ничего этого я не сделаю, дорогая. Я понимаю, как тебе тяжело. Любому человеку было бы нелегко в подобной ситуации. Я не знаю, как бы я поступила на твоем месте. Поэтому не собираюсь осуждать тебя за то, что ты любишь отца и хочешь поддержать его. Единственное, о чем я прошу тебя, если он снова обратится к тебе, сначала поговори со мной. Конечно, мама, обязательно. Я все поняла. Ты занята спасением мира. Из-за блудших душ, вроде Элизара Ромеро. И как ты? Меня не нужно спасать. Спасибо, Сандра. Если мне не изменяет память, вчера ты умоляла спрятать тебя от Чаваля. Нет, Сандра. С тобой просто невозможно разговаривать. Ты переполнена отрицательной энергией. Можешь остаться, уйду я, потому что я опаздываю на работу. Пока. До свидания. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Привет, Бернарда. Доброе утро. Как дела? Анна, я расскажу тебе кое-что. Я очень любила твоего отца. Я любила его. И мне не хватает того Хавьера, которого я знала когда-то. Мне не хватает того Хавьера, который частенько сажал нас в вторую машину и показывал нам прекрасные улицы и дома. Потому что у нас не было денег на кино. Мне не хватает того Хавьера, который умел мечтать. Ты этого не помнишь. Ты была слишком мала. Я помню. Дорогая, выслушай меня. Пожалуйста. Мужчины, который был рядом со мной, и с которым я делила жизнь, больше нет. Дорогая моя, пойми меня. Сегодня у меня в душе пустота. Мне грустно и больно думать о том, как он поступил с нами. Но поверь, я вовсе не радуюсь тому, что ему плохо. А теперь давай займемся делами. Хорошо, дорогая. Денежная проблема забыта. Она осталась в прошлом. Да? Прости меня, мама. Какие у тебя планы? Те же, что вчера. Мы договорились поездить по городу и подыскать церковь для нашей свадебной церемонии. У меня на примете есть несколько церквей. А твой сын? Он не поедет. Он работает как проклятый. Хочет закончить работу над журналом. И меня заставляет спешить. Но я все же освободила утром. Значит, едем. Мне сказали про одну церковь. Да, да, поехали. Вам предъявлено два обвинения. Первая – организация убийства Луиса Абрю, о чем свидетельствует записи Карлоты. Мерзавка. Когда я выйду отсюда, ей не поздоровится. Ваша ирония неуместна. Она мертва. Что? Карлота? В соответствии с вашим приказом. Я не понимаю, о чем вы говорите. Вам не надоело прикидываться невинной овечкой? Обвинение, которое вы выдвинули, бессмысленно. Ведь Луис Абрю жив? Вот и отлично. Потому что если с ним что-то случится, ваша ситуация ухудшится. Поэтому я каждую ночь молюсь и прошу Бога послать этому предателю долгую жизнь. Вы поступаете правильно. Второе обвинение вам предъявила Каролина Морео. Она обвиняет вас в покушении на Леонардо Гарси. Ну, это же абсурд. Полный абсурд. Предлагаю сделку. Вы отказываетесь от идеи убить Каролину? А Леонардо снимает свои обвинения. Вы серьезно? Разумеется. Вы неравнодушны к Каролине? Уже успели положить на нее глаз? Вы согласны или нет? Я не стал бы заказывать убийство такой красавице, как Каролина. Я бы все простил ей. Так вы согласны? Согласен. Я ухожу. Значит, дорожных происшествий не будет. По крайней мере, пока. Я тебе позвоню. Хорошо. И помни, это секрет. Да, пока. Секрет. Ладно. Входи, прошу тебя. Моника, рада видеть тебя. Ты вовремя. Мы вместе позавтракаем. Ты тоже приглашен на завтрак, Элизар? Нет, нет. Я заехал к Микаэле, чтобы занять денег. И уже уезжаю на работу. Но не буду вам мешать. Пока. Этот Элизар ненормальный. Знаешь, в котором Чесон заявился ко мне? Без четверти восемь. Мне пришлось принимать его в таком виде. Слушай, может, хватит? Я же знаю, что вы провели ночь вместе. А даже если и так? Что? С чего мне начать? Значит, это сделала ты? Да. Можешь злиться на меня. Можешь ненавидеть меня. Но я ни о чем не жалею. Нет, Анна. На этот раз я не буду осуждать тебя. Хотя и знаю, что ты не блещешь умом. Если бы папа обратился ко мне, не знаю, как бы я поступил. А я знаю. Ты бы повесил трубку. Это ты так считаешь? А я не знаю, Анна. Я люблю папу. И очень страдаю сейчас. Я злюсь на него. Но мне его жалко. Мне тяжело. Я в смятении. Я сам не могу разобраться в своих чувствах. То же самое происходит и со мной, Джуниор. Поэтому я и взяла деньги. Подожди. Ты даже не позволила мне ничего объяснить. Вчера вечером. Моника, вчера вечером. Мне было очень одиноко. Прекрати. Хватит рассказывать байки про бедную вдову. Я больше не верю им. Поняла? Нельзя отбивать чужих мужчин. Это отвратительно. Ты же знаешь Сандру. Перестань. Ты не должна так относиться ко мне. Я твоя подруга. И ты обязана поддерживать меня. И в горе, и в радости. Я не стану поддерживать тебя. Потому что ты совершаешь ошибку. Ты причиняешь неприятности не только Сандре. Но и самой себе. Запомни, Элизар, тебе не пора. Откуда ты знаешь? Это же очевидно, Микаэла. Он попросил у тебя денег. Это не имеет отношения к тому, что произошло ночью. Ты дала ему чек? Как ты себя чувствовала, когда выписывала чек? Как богатая женщина, привыкшая платить своим любовникам? Моника, уходи. Вон из моего дома. Сию минуту. Я уйду, потому что не хочу участвовать в этом безобразии. Прости меня, Моника. Ты права. Я ничтожество. И дура. Если бы ты знал, как я счастлива, что ты очнулся. Я тоже рад тебя видеть, Каролина. Как самочувствие? Гораздо лучше. Хотя сначала все время кружилась голова. Доктор говорит, что пуля была маленькая и прошла на вылет. Он обещает скоро выписать меня. Я очень рада. Если бы ты знал, как я испугалась, когда вернулась домой и увидела тебя в луже крови. Ужасное зрелище. Честное слово, я думала, что умру от страха. Моя жизнь важна для тебя? Конечно. Что за вопрос? Ты же мой лучший друг. Друг? Да, друг. А что может быть лучше дружбы? Любовь, Каролина. Дружба – это лучший способ проявить любовь. И потом... Мы же все попробовали, и ничего не получилось. Для меня получилось, Каролина. Леонардо, давай сменим тему. Лучше расскажи, кто стрелял в тебя. Бернардо сказал, что все думают, будто это дело рука Чаваля. Ну да. Нет, ничего подобного. В меня стрелял Хавьер Лизама. Извини за опоздание. Возникли проблемы. Простите. Вы могли позвонить и предупредить? К сожалению, не могла. Давайте обсудим нашу проблему. Если не возражаете. Закладная на дом? Это ваша проблема, а не моя. Вы правы. В таком случае давайте обсудим мою проблему. Синьор Лозанна, я рассчитывала получить на днях деньги, но, к сожалению, сделка не состоялась. Не говорите мне об этом. Увы. Я вынуждена просить вас переоформить долг. Синьора Моника, я полагал, что выразился достаточно ясно. Это невозможно. Не говорите так. Другого выхода нет, и я могу лишиться дома. Дом единственный, что у меня осталось. Я нахожу вашу просьбу бесстыдной. Это не так. Просто я в отчаянии. Понимаете, я в отчаянии. Синьора Лозанна, вы знаете, на что способна отчаявшаяся женщина? Я понимаю вашу проблему, но банк прекращает обслуживание вашего долга. По крайней мере, пока. Значит, это вы принимаете решение? Да. Выходит, моя судьба зависит от вас. А твоя карьера модели? С ней покончена. Без денег в Абианне не будет движения вперед. Элизар сделал ужасные фотографии. Я похожа на какое-то животное. Посмотри. По-моему, снимки великолепные. Элизар был и остался прекрасным фотографом. Он увидел твою суть, твою душу. Ты понимаешь меня? А как?